Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем очередной пресс-инференции регионального учебного центра. С удовольствием представлю наших гостей. Это главный врач окружной клинической больницы в село Станиславович Кольцов и ректор фантомастической государственной академии Федор Ильич Петровский. Добрый день. Я думал у нас есть много разных вопросов, но с вашего позволения начну я. Первый вопрос с удовольствием задам вам, Станиславович. Хотелось бы немножко историю вспомнить. Действительно вы были и действующим врачом, и чиновником, и руководителем учреждения, а вот сейчас уже вы главный врач окружной клинической больницы. Где вы себя более востребованным чувствуете? На какой должности? Ну, если так честно, я исхожу из того, что востребован там, куда родина поставила. Если быть искренним, востребован там, где ты чувствуешь себя человеком, приносящим пользу. И востребован ты там, где ты с удовлетворением отмечаешь, что не зря прошел этот свой этап жизненный, не зря сегодня возвращаешься с работы, идешь с чувством выполненного долга. Ну и самое, наверное, важное, немаловажное, вернее, что руководство, которое назначало тебе на ту или иную работу, никогда не пожалело о том, что ты этой работой занимался. Вообще, вы знаете, если немножко развить эту тему, мне уже к 50 годам, и я, наверное, отошел от юношеского максимализма, когда мы в детстве все казались, хотели казаться чем-то большим, чем мы есть на самом деле. На сегодня я понимаю и вредность такого подхода, но знаю, что все люди обычно в жизни проходят, потому что глуп тот, кто в молодости, говорит, не был революционером, а к старости не стал консерватором. Я думаю, что за те годы, я уже более скоро будет как 25 лет работаю в городе Ханты-Мансийске, ну, люди видели, что я умею, с чем я справляюсь, какие задачи ставлю, каким образом работаю. И мне нет необходимости что-то дополнительное, да, не попадающее под эти мои, значит, представления и модель работы говорить. Они так все видят, их не обманешь. Людей не обманешь. Решение мое об окружной клинической больнице, оно исходило из того, вы знаете, я как-то не искал так особо жизни теплых мест за спиной, не спрятался, не прятался. Двигаясь этой дорогой, я всегда исходил из того, что руководитель обязан принимать решения и нести за них свою ответственность. ОКБ было так. Ко мне, когда был объявлен общественный отбор, начали обращаться коллеги, друзья, знакомые, что удивительно, даже незнакомые люди, в том числе представители власти, приходили, давай, 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 давай. Заявляйся, надо делу. Не буду говорить, что я сразу бросился, значит, говорить, да, наоборот, какой-то период времени я с благодарностью воспринимал их предложения, но считал их на тот момент несвоевременными. Потом задумался, ходил в ОКБ, смотрел, как работают эти определенные блоки. Вы знаете, носил с собой листы бумаги, они у меня до сих пор остались. У меня получилось 50 на тот момент, 52 мероприятия, если быть точным, которые, я считаю, можно было бы в больнице реализовать. Это все выстроилось, когда в единый блок, в единую систему, в единую программу. Я понял, что мне есть чем прийти, и я вижу тот результат, к которому может привести реализацию этих мероприятий. Таким образом, считаю, что востребованность будет формироваться, исходя из тех вещей, о которых я уже сказал. Очень хочется выходить с работы с чувством, с ощущением принесенной пользы, и эту пользу, чтобы ощущал не просто сам, а самое главное, наши пациенты. Спасибо. Второй вопрос. Вы говорили, что вы ходили, думали, смотрели. А как бы вы оценили опыт работы, соответственно, предыдущих главврачей. И если вот смотреть, опять же, на немножечко прошлое, то мы, наверное, все-таки оценим, что все-таки освоение новых технологий, большей части было в последнее время, действительно, это и телемедицина и прочее. Но вы какие задачи на ближайшую перспективу себе ставите, как перед собой, так и перед коллективом? Опять благодарю за вопрос. Вот я абсолютно искренне, ни на йоту не лукавлю и не пытаюсь перекрасить ситуацию. Я думаю, что все руководители окружной клинической больницы, это были люди крайне талантливые, это были все прекрасные, очень мощные, матерые организаторы, это все были высокие профессионалы своего дела. Если сегодня есть в зале те, которые вспомнят окружную клиническую больницу, состоящую из кучи маленьких деревянных раздробленных подразделений, то, что было еще 15-20 лет назад, сегодня это учреждение, которое оказывает весь перечень высокотехнологичной медицинской помощи. И что важно, оно оказывает эти услуги не штучно, то есть это не разовый продукт, который проводится там раз в месяц, раз в квартал, раз в год. Это услуги, поставленные на поток. По моему глубокому убеждению, подавляющее большинство этих услуг – это спасенные человеческие жизни. Это пациенты, которые ранее от инфаркта, как правило, всегда погибали. Сегодня это спасенные люди, это возвращенные в свои семьи, в своей привычной среде, к своей привычной образу жизни наши пациенты. Поэтому я отношусь к ним с глубоким уважением. Хочу сказать, что я труд их, во всяком случае, результаты этого труда, говорит о том, что они совершили профессиональный подвиг. С ноля поднять все виды высокотехнологичной медицинской помощи. Не считайте меня самоуверенным, но, поверьте, как профессионалу, это крайне сложная задача. Понятно, что решалась она при очень деятельной, активной поддержке, всесторонней поддержке, руководству округа, руководству департамента здравоохранения, но, как-никак, задача была выполнена. То есть ОКБ сегодня – это реально клиника высоких медицинских технологий. И наша задача, вот моя ближайшая задача на текущем этапе – это, если выражается спортивным языком, в городе Ханты-Мансийске много спортсменов. Я думаю, это мое сравнение будет уместно и понятно. Нам нужно от спорта высоких достижений перейти к спорту массовому. При этом ни в коем случае не уронив высоко поднятую планку, достигнутых раньше успехов в этой клинике. Поэтому основная задача моя сейчас – это повышение качества доступности амбулаторно-поликлинической помощи. Это касается всех звеньев. В первую очередь, это поликлиника взрослая. Второе – это поликлиника детская. Это наиболее такие сейчас у нас сложные острые места. Конечно, это работа амбулаторной службы авторомологического центра. Но я бы не хотел, чтобы у участников нашего уважаемого сегодняшнего мероприятия сложилось впечатление, что там какая-то трагедия. По независимой оценке, подчеркиваю, независимая, проводимая Министерством здравоохранения Российской Федерации оценка доступности и качества медицинской помощи, а также удовлетворенности населения, работы и поликлиник. Из почти 100 учреждений здравоохранения округа, их 98-95, там идет процесс трансформации этой системы, окружная клиническая больница по поликлинике заняла 20 место, по стационару 17 место. Почему говорю с уверенностью? Я знаю, как это сделать. Окружной клинический реабилитационный центр, который я возглавлял еще 5 дней назад, в обоих рейтингах стоит на первых местах, то есть мы первые там, первые там. Много работали, есть четкое понимание, в какую сторону и каким образом двигаться. Безусловно, в больнице понадобится больше и более разносторонних усилий для реализации этой задачи, но я думаю, что сообща мы обязательно ее победим. Говоря о сообща, хочу сказать коллеге, я всегда, как рефрен, нес это через свою жизнь, я работаю человек команды. Не верю в то, что, безусловно, есть ответственность руководителя и есть вещи, за которые он однозначно и полностью отвечает, но добиться масштабной перестройки работы крупных подразделений, самых массовых подразделений, невозможно без команды единомышленников, без того, чтобы они приняли твою идею модернизации этой службы. Я очень надеюсь, и я буду формировать эту команду, поэтому сообща нам удастся сделать очень много. — Спасибо. Ну что ж, а с удовольствием следующий вопрос задам Федор Игоревич. Федор Ильич, ну вот ситуация такая, да, вот в Егорске не хватает у нас стоматологов, в Нягоне требуются углисты, неврологи, в УРАИ 28% докторов старше трудоспособного возраста. Ну и сразу к вам такой вопрос сходу, вот подготовка кадров для системы здравоохранения игры, что нового можете предложить, чтобы, в принципе, от вас зависит решение, я думаю, этой проблемы? — Да, конечно, безусловно, решение зависит от нас, и в настоящее время мы достаточно активно работаем с нашими будущими абитуриентами, и решение проблемы дефицита кадрового в регионах я вижу в первую очередь в рамках целевого набора, который мы совершенствуем. И недавно мы обсуждали возможности выплаты муниципальных стипендий абитуриентам, которые поступают к нам по целевому набору. Еще одним важным фактором является то, что мы очень активно работаем в профильных медицинских классах. У нас профильные медицинские классы открыты в городе УРАИ, в городе Югорск, в Нефтьюганске и в Ханты-Мансийске. Эту работу мы планируем также продолжать. И, надо сказать, отличительной особенностью этих медицинских классов является то, что наши преподаватели, это профессора и доценты регулярно туда выезжают и ведут занятия с будущими нашими абитуриентами. Спасибо. А Вы можете более подробно рассказать о ступерельной кампании этого года? Какие особенности, какой конкурс? Хотелось бы узнать, много ли людей хотят связать с этой действительно непростой профессией и призванием? И какие Ваши ожидания? Основная отличительная особенность этой приемной кампании заключается в том, что мы значительно снизили цифры целевого набора. Да, это было сделано совершенно сознательно для того, чтобы повысить конкурс. Конкурс в настоящее время определяется не количеством поданных заявлений на место, а той суммой баллов ЕГЭ по трем предметам, это русский язык, биология и химия, которые имеет абитуриент. И каждый раз, когда абитуриент подает документы, он может ориентироваться на цифры предыдущего года. В прошлом году у нас на общем конкурсе минимальный проходной балл был 218, и я думаю, что в этом году мы эту планку несколько увеличим. Я очень на это надеюсь. По крайней мере, те результаты ЕГЭ, которые есть в настоящее время, они позволяют нам об этом говорить. Прогнозировать конечный минимальный проходной балл пока еще очень сложно, потому что многие наши выпускники школ пока еще не знают результатов собственных ЕГЭ, и приемная кампания у нас, по крайней мере, по лечебному факультету, ожидается, так скажем, ее активное начало только с 5-го числа следующего месяца. Пока у нас все очень тихо. Но, как показывает предыдущий опыт, желающих очень много. Приемная комиссия работает с утра до вечера и даже в субботу. Спасибо большое. Ну что ж, уважаемые коллеги, пожалуйста, если у вас есть вопросы, можете задавать. Добрый день, меня зовут Альбина Ритц-Югра. Всеволод Станиславович, у меня вопрос к вам. Вот вы сторонник пациентоориентированной модели, ну, работы. Скажите, все-таки для вас пациент, он всегда прав? Или все же врач и пациент, они стоят в одной плоскости? Спасибо. Благодарю вас за вопрос. Ну, я думаю, что все-таки вот этот устоявшийся слоган, что пациент, клиент, как звучит изначально, всегда прав, он все же больше применим для сферы торговли, для сферы обслуживания. В медицине пациент зачастую не прав. Я объясню сейчас почему. Современный врач работает в очень непростых условиях. Дело в том, что есть масса всяких ресурсов, в первую очередь информационных, которые разворачивают, в полном смысле слова, достаточно широкую агитацию о том, как быть здоровым, как лечить какие-то болезни. Они самые разнонаправленные. Одни направлены на таблетки, другие на здоровый образ жизни, третью, извините, уринотерапия, четвертый, что угодно найдешь в интернете. Но позвольте привести вам два факта. Значит, медицинский центр Лонгона Нью-Йоркского университета недавно провел большое исследование, проанализировав, что рекламировали в части здорового образа жизни, продуктов, связанных со здоровьем, 100 звезд. 99 из них рекламировали продукты, которые опасны, подчеркиваю, опасны для здоровья человека. Ничего личного, только бизнес. Второе. Сегодня, согласно данным больших социологических опросов, причем правильно проведенных в интересах государства, а не в интересах какой-то определенной части бизнеса. Результаты таковы, что уже 70% населения некоторых европейских стран и Америки не верят информации о состоянии о том, как сохранить свое здоровье, опубликованной в интернете, на сайтах, которые не прошли официальную государственную аккредитацию и которые таким образом признаны как сайты, дающие достоверную информацию о способах сохранения здоровья. Сегодня мы сталкиваемся с тем, когда такой человек приходит, врачу не просто нужно назначить его лечение, ему еще нужно попытаться переубедить его отказаться от предыдущих своих установок. Мы же часто слышим, назначите мне вот это. У меня соседка сказала, дайте мне вот это. Поэтому не бывает всегда прав. Более того, хочу сказать с радостью. У нас совсем недавно восстановилась работа общества знания, вы, наверное, помните его, я его хорошо помню, это один был из одних таких просветительных, очень авторитетных организаций. Возглавил эту организацию возродившееся общество знания первый заместитель главы администрации президента Российской Федерации Вячеслав Володин, и он сказал концептуальную вещь. Я думаю, что вот философия современного мира, особенно в медицине, в этой короткой фразе, сегодня у нас есть переизбыток информации, у нас есть дефицит знаний. То, что получил пациент информацию, это еще не значит, что это является знаниями. Поэтому пациент не всегда прав. Хотя есть случаи, когда действительно мы сталкиваемся с очень компетентными людьми. Но на этом фоне я обязан отметить следующее. К сожалению, зачастую не всегда прав и врач, в целом медицинский работник. Приходится сталкиваться с моделью взаимоотношений врача-пациента. Опять же, масса социологических исследований Дания последняя провела совсем недавно, буквально в прошлом году, оптимальной моделью являются партнерские отношения. Врач и пациент становятся партнерами, которые объединены в одной цели, в стремлении сохранить или улучшить, или помочь человеку сохранить его здоровье. Они с уважением относятся к друг другу, но при этом оба партнера уверены в искренности, доброжелательности, а пациент в профессионализме врача. Как только мы вспоминаем старые модели, они достались нам, к сожалению, в годы послевоенной медицины, и очень долгое время они доминировали. Это вот именно вот эта доминация врача. Я сказал, ты делай, какие вопросы. Сегодня это не пройдет. Мы, безусловно, должны, я устраивал эту работу по предыдущему, своему месту трудовой деятельности, я буду это делать настойчиво в ВКБ, это не быстрый труд. Ломать стереотипы человека, стереотипы его поведенческой реакции, это всегда очень серьезная, большая, кропотливая задача. Обоснуем, почему это надо делать. Я убежден, что вот тот важный критерий, как удовлетворенность качества медицинской помощи, он обязательно пойдет вверх. Городской информационный центр, Оксана Шуман, корреспондент. Но как пациент я могу точно сказать, что специалистов АКБ не хватает. Не хватает узких специалистов, не хватает, предположим, терапевтов, педиатров. Что сделать, чтобы привлечь их, чтобы не было вот такой проблемы? Я признательно за вопрос. Начну с того, как главный врач этой больницы. Я тоже понимаю, что специалистов не хватает. Но мы уже занимаемся, более того, даже на этапе принятия этого решения об участии в общественном отборе, я уже озаботился этим вопросом. Значит, проблема состоит из двух вещей. Первая вещь – это привезти, найти, привезти специалиста. Вторая – сделать так, чтобы он здесь закрепился. Поэтому я небольшой сторонник того, чтобы все переводить в формат финансовых взаимоотношений. Например, приезжему мы даем определенную сумму денег, он работает за эти деньги какое-то время, потом уезжает. Я не очень верю в тех, кто… в эффективную работу, тех, кто сутно трудится за деньги. Нас всегда учили, что врач первично работает за идею. И это действительно так. Сегодняшнее поколение немножечко по-другому, но мир поменялся. Сегодня зачастую мы слышим первый вопрос нового специалиста – это вопрос об уровне его заработной платы. Но суток нашей проблеме. Для того, чтобы привлечь специалистов, мы готовы реализовать ряд мер, которые ранее не реализовывались. Я не буду сейчас их перечислять, но мы… или есть интересные. Готов? Хорошо. Хорошо. Значит, первое. В больнице есть платные услуги. И вот, например, часть аппарата управления традиционно, как в каждой клинике, за то, что организуется процесс, получала какую-то долю. Там есть договоренность. Никто из аппарата управления ни копейки из этого не получает. У нас формируется некий вакантный фонд платных услуг. Мы можем его направить на развитие больницы, чего-то еще. Но я предлагаю каждому сотруднику, который будет привлекать к нам специалистов высшей или первой категории, выплачивать из этого фонда премию. Мы ищем сейчас, работаем над тем, какую юридическую конструкцию, нормативную этого сделать, для того, чтобы заинтересовать людей в поиске. Вариант второй. Ханты-Мансийцы, наши врачи, активно уезжая за пределы автономного округа в летний период, вот мы разложили бы на стоечках регистрации в аэропорту хорошие буклеты, позиционирующие нашу больницу, но нам очень важно показать ее реальные конкурентные преимущества. Еще пять лет назад они у нас были намного выше, чем сейчас, потому что уровень оснащенности больницы и высокотехнологичным оборудованием, наличие кафедр, возможность общаться с коллегами именитыми, профессор Хрючков, профессор Котлеров, это имена, которые знают профессиональный медицинский мир страны. Она создавала условия, когда люди, которые хотели реально стать высококлассными врачами, стремились сюда. Сегодня в рамках программы модернизации здравоохранения проблема вот этого вот дефицита высокотехнологичного оборудования по стране решена. Поставлены стойкие эндоскопические аппараты, УЗИ-аппараты, компьютерные томографы, томографы, и это все есть. Значит, мы, приглашая специалистов, должны решать вопросы, связанные с обеспечением его жильем, раз. Второе, решать вопрос по достойному уровню заработной платы. А здесь все просто, если мы приглашаем сюда врача с первой категории, я говорю, потому что я уже считал со своими экономистами, его заработная плата 25 тысяч рублей. Поедет он за эти деньги, вот как вы сами думаете, сомнительно, да? Поэтому это те вопросы, которые нам необходимо решить в части доплаты. Здесь есть возможность, опять же, мы будем выходить с определенной инициативой в департамент здравоохранения. Третье, это создание комфортной среды. В чем большой плюс окружной клинической больницы. Там руководство, в чем очередной раз его была большая мудрость, они не допустили создания внутри видовой конкуренции. А это самая страшная конкуренция. Межвидовая, она гораздо более, менее кровожадная, чем внутри видовая конкуренция. Там не конкурируют между собой хирургические школы и врачи разных специальностей. Им удалось создать единый коллектив, не разделенный профессиональным барьером. Но я намерен и дальше работать в том контексте, чтобы сделать условия работы этих врачей комфортными. Вариантов масса. В первую очередь, мы делали это у себя. Мы готовы реализовать программы профилактики и борьбы с профессиональным выгоранием и синдромом хронической усталости. Это, казалось бы, система не очень дорогостоящих, но постоянно реализуемых мероприятий, которая демонстрирует очень четко работнику, то, что мы беспокоимся о его состоянии, об эффективности его труда. То есть, триада решения жилищных вопросов раз, решения вопросов о достойной оплате труда, но с учетом принципа справедливости. Потому что те люди, которые отработали здесь 10 лет, которые в то время ходили еще по деревянным мосткам, они должны все же, мы должны понимать, что у них есть право тоже требовать себе определенного уровня оплаты. Третье, создание комфортной среды в учреждении здравоохранения. Дело на сегодня не стоит на месте. Я с радостью хочу сообщить, что вот мы ожидаем в июле месяце уже шесть участковых терапевтов к нам приезжают, уже шесть. А в целом картина выглядит так, как вы сказали, не хватает специалистов по всему амбулаторному звену, это 17 врачей, включая поликлиники, женскую консультацию, по узким специалистам, это врачи, специалисты, работающие в поликлинике, тоже не хватает 17 врачей. Но с кем бы я ни разговаривал, я звонил своим коллегам и в другие города, ну это где-то может быть захват, перехват, но сегодня ситуация выглядит так, что мы за хорошего специалиста должны конкурировать. Это так. Мы готовы создавать эти условия, и меня убеждают в том, что если мы отработаем вот эту модель, заинтересуем приглашающую сторону, то есть нам надо, мы будем предпринимать активные шаги. Пациенты, специалисты приедут. Моя задача, я надеюсь, я здесь имею уже определенные заверения и со стороны власти, что нам будут оказывать содействие в решении жилищного вопроса для них. Ну и думаю, что мы это дело сдвинем с существующей точки. И плюс ко всему еще уверенность мне вселяет то, что когда окружная клиническая больница озадачилась решением кадрового вопроса для женской консультации, за два года проблема была решена. Вы помните, несколько лет назад, 3-4 года назад туда было просто очень проблематично попасть. Я каждое утро, начиная с того, что пробегаю по всем поликлиникам, узнаю, сколько талонов у кого есть в регистратуре, и вечером захожу узнать, как прошел день, были ли сложности, напряжения, в чем вопросы. В женской консультации с радостью узнаю, что остаются свободные талоны. Лишний пример того, когда мы объединяемся вокруг одной цели, в состоянии ее решить. Альбина Ритси-Югра, у меня к вам вопрос. Ну, не секрет, я сейчас говорю не о вашей академии, а в целом, часто студенты жалуются, что вузы, университеты, они не успевают за современным миром. То есть студенты учатся по старым учебникам, не в рамках современного мира. Какие у вас в академии используются современные методы обучения? Что вы внедряете? Вы знаете, я хочу сказать, что, наверное, эти студенты, которые жалуются на старые учебники, лукавят. Дело в том, что есть аккредитационный показатель, это количество учебников, которые моложе пяти лет. И таких учебников в любом вузе должно быть не менее 75%. И у нас этот показатель строго соблюдается, и он у нас даже значительно выше. Кроме этого, в части источников информации, хочу сказать, что наши студенты абсолютно не ограничены в медицинских информационных ресурсах. Мы подключены, так же, как, кстати говоря, окружная клиническая больница к системике Клиникал Ки. Это голландское издательство Эльзи Гер, одно из самых крупных в мире. И Клиникал Ки отличается тем, что там не только аккумулированы, собственно говоря, рефераты и полнотекстовые статьи, журнальные, но там же есть еще прекрасные учебники, которыми наши студенты тоже могут пользоваться. Ну и кроме того, то, что касается начальных курсов, мы подключены к нашей национальной базе данных, но это литература, философия, иностранный язык и так далее, и тому подобное. Но там литература вся самая последняя и современная. Поэтому, конечно, здесь говорить о каком-то недостатке информационной обеспеченности нам не приходится. И слава богу, мы это поддерживаем всегда и следим. И вот недавно мы подписали очередной договор на продление, предоставление услуг вот этой информационной системы Клиникал Киев, и в следующем календарном году наши студенты также смогут ей пользоваться. То, что касается современных методов обучения, хочу сказать, что медицинские школы и медицинское обучение, оно всегда традиционно очень консервативное, исключительное. И, в общем, мы должны это приветствовать, поскольку мало что за последние тысячи лет изменилось в анатомии, физиологии или биохимии человека. Мы знаем о том, что появляются какие-то новые медицинские технологии. И, конечно, наши студенты активно эти технологии осваивают. Здесь есть две особенности у нашей академии. Первая, самая большая особенность, это то, что мы имеем прекрасные клинические базы. Это вот наша замечательная окружная клиническая больница, это наша основная клиническая база, большинство кафедр сосредоточены там. И специализированная ЛПУ. Это тот центр, который раньше возглавлял Сел Станиславович, Кожевен-диспансеры, психоневрологический диспансер и так далее. Хочу сказать, что та современная аппаратура, это современное оборудование, в том числе для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, оно доступно для нашей профессуры, и оно, безусловно, доступно для наших студентов. Я хочу привести пример. Вот отделение, оказывающее один из наиболее высокотехнологичных видов помощи, это рентгенхирургия. В этом отделении большая часть врачей – это наши выпускники. Тоже я могу сказать про офтальмоцентр, там, по крайней мере, половина работающих – это наши выпускники. Онкоцентр с его превосходным оборудованием тоже практически во многом обеспечен специалистами за счет наших выпускников. И, конечно, то, что наши студенты могут быть при этих отделениях, то, что они могут это видеть, то, что они могут учиться, то, что они в студенчестве уже знают о том, что такое рентгенхирургия, о том, что такое оперирующий робот, да, он у нас третий в стране, да, а позитронно-эмиссионный томограф, который стоит в ОКБ, 13-й, да, подцентр у нас в стране 13-й. И, конечно, это позволяет нашим выпускникам быть, ну, так скажем, на голову немножко выше, чем выпускники подавляющего большинства других медицинских вузов. И это, на самом деле, очень важное наше конкурентное преимущество. Вот. Вторым аспектом, который позволяет нам следить, да, и успевать за быстрой динамикой изменений в современной медицине, является то, что стандарты, которые сейчас приняты, они уделяют очень большое внимание симуляционному оборудованию, да, и роботизированным методикам, да, я имею в виду, что у нас, например, есть симуляторы, которые позволяют, условно говоря, в кавычках, проводить эндоскопические операции, да, в том числе, например, совершенно уникальные эндоскопические исследования, как, например, эндобронхиальное УЗИ, да, сама техника такая не во многих клиниках есть, а у нас есть симуляторы, которые позволяют это делать. У нас есть прекрасный робот последнего поколения для эндоскопических вмешательств, и у нас есть прекрасный робот для рентгенхирургических вмешательств, и все это, конечно, используется нашими студентами при подготовке. И я еще хочу сказать, мне это всегда очень приятно, что благодаря вот этому оборудованию, благодаря очень тесной связи с клиникой, наши студенты, которые выезжают на различные конкурсы и соревнования по хирургии, они всегда привозят оттуда призовые места. Это, конечно, очень приятно. Здравствуйте, меня зовут Виктория Козырь, я представляю газету «Новости Угры». Всеволод Станиславович, вопрос для вас. Недавно у нас в округе стартовала акция «Спасибо, доктор». Расскажите, пожалуйста, как она проходит, кого благодарят чаще, и насколько вам, как главному врачу, важно узнать результаты этой акции. Спасибо за вопрос, и спасибо за то, что вы создали, задали мне на позитивную тему. Хорошая акция, безусловно, потому что она позволяет сформировать в интернет-пространстве не только прослойку информации, где рассказывают о каких-то неудачах, о плошностях деятельности медицинских работников, а рассказать о той, показать слова признательности, искренней человеческой признательности за спасенные человеческие жизни, за спасенные судьбы, за сохраненные семьи. Я думаю, что таких проектов должно быть больше, и вот наши коллеги из Ямала, проявив такую инициативу, они делают, безусловно, общее дело. У себя мы внимательно следим, мы позиционируем. Необходимо отметить, что она вот совсем недавно началась, надо накатать просто ее технологию саму, чтобы люди активнее про нее узнали, потому что все время предлагать пациенту, там, опубликуйтесь, и вот там вот, это не совсем корректно, но сама акция подразумевает и возможность размещения информации по поручению пациента самим медицинским работникам. Вот несколько цифр для того, чтобы понять, что происходит на самом деле. Окружной клинический лечебно-радиционный центр, я просто его лучше знаю, я сейчас транспорлирую это на окружную клиническую больницу, но там я владею годовыми цифрами, а здесь пока не полными. За 2015 год мы получили 980 положительных отзывов в самые разные инстанции по результатам нашей работы. И у нас было две необоснованные жалобы от пациентов. Вот как бы соотношение. В окружной клинической больнице отрадно, вот когда мы говорим о жалобах, я сейчас посмотрел информацию, всего 65 жалоб, поступивших в больницу, из которых лишь 2%, если быть точным, 1,8% признаны обоснованными за полугодие. При этом количество благодарностей сотни. Когда мы акцентируемся только на негативе, то и кажется, что все плохо, но если все время говорить черно-черно-черно, потом откроешь глаза и света не увидишь. Я искренне считаю, что эта акция, она позволяет формировать справедливое соотношение в пространстве информационном, соотношение распределения внимания к добрым делам, которые делает больница, безусловно, к тем проблемам, которые в работе существуют. Поэтому я желал бы этой акции и буду оказывать всяческую поддержку. Я искренне надеюсь, что это не последняя такая акция. Я знаю, что и Национальная медицинская палата планирует ряд общенациональных таких больших красивых вещей. Но логика здесь очень простая. Мы столкнулись, страна и округ имеют разные системы здравоохранения. Вот это принципиальнейшая вещь. Те, которые приезжают к нам из Омска, вот в последние годы, когда там ситуация обострилась, в некоторых городах большой земли, я не только об Омске говорю, приезжая сюда, мне приходилось общаться с пациентами, и когда они узнают, что кто-то чем-то недоволен, я был свидетелем таких разговоров, они говорят, господи, да как же тут можно быть недоволен. У меня есть сейчас живой пример, это одна из моих родственниц, которая поменяла место жительства в надежде найти, в надежде что-то изменить в своей жизни, в хорошую сторону. И когда она мне говорит, что на запись к кардиологу дают полчаса по телефону и продолжительность записи до шести месяцев, она говорит, я не очень понимаю, как может быть. В Англии плановый прием офтальмолога ожидается три месяца, это программа государственных гарантий. В округе очень много делается, и это действительно повернуто в сторону людей, это действительно создано для людей. И прошу вас, уважаемые коллеги, вот если можно, как я расцениваю систему здравоохранения, это не искусственно созданная структура, это люди создали систему защиты собственного здоровья. Ведь это очень принципиально. Мы ведь часть населения, мы часть социума, которая создана для защиты его интересов. Если мы с вами, то почему у нас нужно только, зачастую, как это бывает, только указывать нам на наши недостатки? Где-то, если мы заслужили, почему бы не сказать то доброе, что есть? Вы не представляете, как окрыляют врачи эти вещи. Это ведь просто справедливее. Поверьте, мы все равно придем на работу. Да, мы это проглотим. Останется рубец на сердце, но порой зачастую, вот человек, говорите в кабинете слова, у меня были больные, которые попадали в центр на двух костылях, уходили без палки. Я всегда просил их задержаться, задержитесь, мне нужно показать вас людям. Это окрыляет, равно как и доброе слово. Поэтому я, пользуясь случаем, не сочтите попыткой какого-то использования ситуации, но я просто прошу вас, создавая информационную среду, безусловно, это ваше право и обязанность освещать проблемы, но не забывайте о тех достижениях, которые существуют, и которых, поверьте мне, гораздо больше, чем о грех и ошибок. Гораздо больше. Я со всей ответственностью скажу, что окружная клиническая больница ежедневно реально спасает минимум три десятка человеческих жизней. Если бы не она, эти люди не могли бы жить, она возвращает им жизнь. Мы привыкли к этому, мы считаем это рутиной, но вы знаете, что такое операция на открытом сердце, какую ответственность берет на себя хирург, и то, что они в 40 лет, в 40 лет уже не могут продолжать работать, потому что они износили себя настолько, и в психоэмоциональном, и в физическом плане. Этим людям, как всем, нужна ваша поддержка. Я лишь призываю помнить о том, что у нас есть не только заблуждения и какие-то ошибки, у нас есть и масса достижений. Я не буду вам очень признателен, если вы услышите меня сейчас. Вы прошли через процедуру общественного отбора, и как вы считаете вообще, все-таки, в решении кадровых вопросов, насколько эта процедура эффективна, по вашему мнению? Вот как вы оцениваете, как участвует? Спасибо большое за вопрос. Ну, я как-то так в нем усматриваю подвохники, потому что ваш брат-то журналист, он человек такой, как говорится. Но, во-первых, с моей позиции, на уровне руководителей крупных учреждений, я думаю, что да, это здорово, это неплохо, потому что тем, кто принимает решение назначения, мы получаем дополнительные аргументы, дополнительную информацию в подтверждение нашего решения, и это, собственно говоря, может его либо усилить, либо заставить задуматься, если мы думали о ком-то другом. Так, стоп, а почему здесь так, почему так? Поэтому, как всякая дополнительная информация, это аргумент в силу принятия того или иного решения. Но здесь самое главное, значит, не увлечься этим процессом. Мы же помним 90-е годы, когда нас выбирали там, значит, от руководителей бригад до начальников цехов, от начальников цехов до главных инженеров, потом директоров заводов, быстренько за два года от этой инициативы отказались внутри учреждений. Поэтому внутри больницы я не вижу никакого смысла переносить данное направление работы больницы. Это строго интегрированная система, где люди наделены руководителем властными полномочиями, властным функционалом, а самое главное, ответственностью за качественное исполнение этого властного функционала. Поэтому на уровне внутри, вернее, учреждений я не планирую развивать этот опыт. А вообще, эта процедура отбора для меня, вы знаете, была почему важна. Вернусь к первому самому своему ответу. Я говорил, что я здесь уже вот 50 годам мне, мне было очень важно понять, как люди оценивают то, что я сделал. Вот честно вам говорю, я подумал, что если я в окружной клинической больнице, а в определенный период моей работы я часто контактировал с этим учреждением, и эти разговоры не всегда носили самый приятный характер, и далеко не всегда носили самый приятный характер. И когда я увидел поддержку коллектива на окружной клинической больнице, вы знаете, это придало мне определенного, и мне самому убедило, что значит правильно что-то делал. Значит правильно что-то делал. Поэтому, интересная вещь, я думаю, что она себя еще проявит в перспективе. Опять же, общество дает свою оценку, ну и дополнительный аргумент для властной мощи для принятия решения. Общественные советы при больнице созданы, собрали, безусловно, очень авторитетных, очень толковых людей. Мы немножечко поменяем сейчас механизм. Во-первых, они будут открытыми. Любой житель города Ханты-Мансийска туда может прийти. Он может послушать, что мы сказали, и он может сказать, что он думает. Это открытая площадка. Мы открыты для СМИ. Я понимаю, вас тоже на разрыв много происходит в округе, в городе Ханты-Мансийске. Она открыта для вас. Приходите, слушайте, спрашивайте. Мы наладим с вами контакт. Я всей своей работой хочу продемонстрировать, что мы туда пришли не для того, чтобы там за крепостью медицинской тайны закрыться и никому ничего не рассказывать. Не будет так работать никто в больнице. Не будем мы этого делать. Да, есть законы охраняемые персональные сведения о пациенте. И это наши права. Они идут по запросам определенным. Все, что мы делаем, мы хотим и будем делать для вас. Помните, вы же нас сделали. Вы, люди, создали систему здравоохранения. Мы, ваша часть, нас не разорвать. Мы хотим показать, мы хотим вернуться в лоно того общества, стать ближе к лону общества, которое нас создало. Поэтому вот в августе, мы надеемся, или в июле мы его проведем. Мы обязательно дадим везде широкую информацию. Приходите, спрашивайте, задавайте вопросы. Потому что лупцевать оно хорошо по хребту. Быстрее побежишь, да то потом кровью истечешь, где-нибудь не добежишь до той дорожки. Но подчеркиваю, мы открыты к диалогу. Продолжение следует...